Девушки отдыхают Хотя себя так называют Но представитель-публицист Ну, наверное Многих, кстати, провоцирует ваши концепции Естественно Я сейчас тоже стилистически попытался Представить Александра Потому что, конечно, название книги Название книги, которую мы сегодня представляем Не то, что книгу представляем, хотим обсудить Конец феминизма Чем женщина Отличается от человека А есть отличия? Ну, некоторые вообще-то есть, конечно Посмотри в зеркало Их даже в Думе замечают В Думе? В Думе, да В нашей государственной Ну, вот у нас же есть такая партия Справедливая Россия, как вы слышали Недавно Один из депутатов этой партии Предложил следующий Причем не какой-то рядовой там дурачок А вице-спикер, по-моему, даже В должности вице-спикера Предложил, значит, такую штуку Давайте квотировать, говорит, места для женщин То есть он их как-то различает Да, в Даже не просто в Думе, например Да, а в частных предприятиях, скажем О, это я знаю Это он в ЮАР такой Не, не, мы обсуждали эту тему здесь Такое есть И не только в ЮАР В ЮАР там заставляют фирмы Которые достигают какого-то уровня, как называется Капитализации Обязательно брать негров В совет директоров Ну вот Обязательно Да, да, да Это ужасно всех веселит Прекрасно, да Потому что Мотивировал тем, что женщинам не хватает В нашем суровом мужском обществе Социальных лифтов каких-то И поэтому их надо как-то вот искусственно Искусственно им в этом помогать Мы обсуждали в профилактике эту тему Женщины против Нашелся Женщины против Социальный лифтер нашелся Нет, они сказали, что нам и так Сами справимся Мы не негры, сказали женщины Сами справимся, да Оставьте нас в покое Так Ну, ну, Александр, продолжайте Так вот Я не очень понимаю, зачем брать В Думу Да и вообще в Советы Директоров Депутатов за сиськи, да Просто за сиськи Потому факт, что она женщина Да Не потому, что она хороший специалист Не потому, что она там интеллектуал Там какая-то странность Раз уж мы начали с этого, да Давайте уж на это мы потопимся Там странность такая 40% он предлагал Между тем у нас Туда, в Советы Директоров 40% женщин А у нас в стране 54% женщин Значит, 14% женщин Их права будут нарушены Понимаете, какая штука Ужасная Дальше Послушайте, подождите У нас в стране есть еще рабочие То есть вся эта книга Они тоже хотят управлять предприятиями Вся эта книга Это просто гневная отповедь Представителей Республики России Или что-то еще Нет Или зрелые размышления Это начало нашего разговора О женщинах И о том, чем они отличаются от человека И почему такая ситуация складывается Что женщин нет там в Советах Директоров В Генералитете В профессуре В науке Почему там в ВПТБ, например В Всесоюзной Ну, раньше она так называлась Сейчас не знаю Какая она Российская Патентная библиотека Там 90 с лишним Процентов изобретателей Это мужчины Почему вообще Наш мир Создан мужчинами Вот женщины На этот вопрос Глупые женщины Отвечают так Ну, потому что Существует заговор Да, вот Есть такой незримый Стеклянный потолок За который Выше которого Они нас не пускают Мужики Да-да-да-да-да-да Точно так же А почему, кстати? Ну, потому что Не пускают С точки зрения глупых женщин С точки зрения глупых женщин Потому что есть заговор Да Зачем? Потому что Мы хотим сами Это патриархальный мир Когда-то Пользуясь своей силой Первобытные Кривоногие Значит Дикари Да Собрались где-то В тайном месте И сговорились А давайте вот Не пускать никуда женщин Потому что Или для того, чтобы Чтобы самим Всем владеть А, ну то есть Они думают Что мужики Думают Что они очень умные И сильные И поэтому мужики Искусственно их не пускают Потому что Если бы они их пустили То женщины бы все захватили Получается так Примерно так же Ну собственно говоря Что такое феминизм? А почему это они? Которые мы сейчас Я вот не чувствую Я пытаюсь вызвать себе Сейчас закрываю глаза Дышу там Носом Я пытаюсь вызвать Вот это ощущение Они и мы Там с инопланетянином Я могу Я могу про армейского болельщика Сказать они А про спартаковского мы Но про женщин и мужчин Я не могу разделить Ну как Сонсор значит они и мы Это тревожный признак Да? Да А вы так чувствуете себя Что мы мужики Они женщины Мы с ними воюем Типа Мы с ними не воюем Вот в том-то и дело Что нормальный человек Не ощущает себя В состоянии войны Ни с неграми Ни с китайцами Ни с женщинами Ни с таджиками Которые убирают наши дворы Мы просто живем В этом мире Да? И каждый занимает Какую-то мишу Вот-вот-вот И в этой миши Ну вот Как у него есть потолок Да? Компетентности Вот туда он и добирается Конечно Так Так вот Существует такое течение Женское Да? Называется феминизм Которые считают Они считают Что их Поскольку угнетают Значит им нужны Какие-то преференции Как неграм Да? Поскольку Мы же тоже знаем Что негров не бывает Среди там математиков Шахматистов Их очень мало В науке И так далее Негров? Негров Негров Зато white men Can not jump Да Но зато их Очень много В спорте Их очень много Там в джазе И так далее В рэпе И так далее И так далее То есть Каждый идет туда В те Сферы деятельности Которые наиболее Приспособлены Где может реализоваться Женщина природой Приспособлена работать С детьми Собственно говоря Только женщина У нас и может рожать Ха Отвечают вам Сотрудники IBM Через 5 лет Появится компьютер Который будет Все 5 чувств Что вы нам природой Тычете? Природа это давно Устаревшая Матрица Которая уже не работает А вы нам все рассказываете Компьютер будет бесполым Заметьте Мы не знаем И вряд ли И вряд ли Если этот компьютер Внедрится в наше общество Он будет претендовать На какое-то квотирование Скорее мы будем претендовать По той простой причине Что мы будем жить Наверное В этом обществе будущего Я тут крайне уха слышал Когда пришел Вы его обсуждали Минут 20 назад Это общество будущего Скорее мы там будем жить На положении симбионтов Как у нас живут в животе Вот эти наши одноклеточные Которые у нас там все переваривают Обеспечивая нас питанием Так и мы будем обеспечивать Этот сверхразум Вот и все Но пока до этого не дошло Давайте угнетать женщин Давайте не будем угнетать женщин И не будем поддаваться аффирмации То есть угнетению женщин Со стороны женщин Хорошо А по вашему То есть Вот не зря же привели К примеру Действительно Негры хорошо прыгают Но туповаты В шахматы Я вас цитирую Но поэтому шахматы не играют Почти все исследования Айкию Которые проводились В штатах Оказывают Что в среднем У них там где-то На 8-10 пунктов Ниже коэффициента интеллекта Равно как у женщин Именно поэтому Их мало в тех или иных сферах Это ужасно нетолерантно И вообще Это жутко Не политкорректно То что вы говорите Проводить исследования научные Нет Так сказать Обобщать их до такого уровня Что мол все негры Статистически В среднем Все негры дураки Я говорю что бывают там умные Но в среднем Негры глупее белого Негры глупее белого Зато китайцы умнее белых Евреи среди белых Самые умные Я же не спорю Я же не спорю Это вполне себе российская теория Расистская Которая конечно Ну вы знаете Астрономия За которую вы получите И вообще Любой сбор статистических фактов Не может быть расизмом Он просто собирает факты Расизм это оценка фактов Если мы скажем Вот как вы говорите Вы говорите Я расист Я считаю что Негры тупые все А я вам говорю Да вы что с ума сошли что ли Среди них есть некоторые умные люди Нужно просто поставить всех На один равный старт И вот кто добежит То ты добежит Если будет меньше негров Я пытаюсь договориться Будет меньше женщин Среди пилотов В гражданской авиации А сейчас их практически нет Там статистическая ошибка какая-то Там одна-две на тысячу Я же не спорю с этим Хорошо да Есть статистика Хорошо Я правда Ну так сказать Мне вам приходится на слово верить Потому что я статистики не видел Предположим что вы не врете Ну Возьмем На 200 грамм Примерно Ну не на 200 грамм На 200 миллилитров Собственно говоря Ну и весят они полегче И весят полегче В пропорции Получается Некоторые женщины И мы отправляем его смело К депутату Милону Некоторые женщины Нам прерваться сейчас надо У нас реклама Короткая А потом вернемся Знаете друзья Как приятно чужими руками Из огня Жар загребать Мы же все подозревали Все хотели сказать вслух Но боялись Потому что нас загнобят толерасты И политкаритасты А вот в уста Александра Можно вложить эту мудрость Женщины правда глупее Ну давай тогда Хорошо возьмем это за константу Ладно Мы вам допустим Поверили Поверили Что женщины Ну не такие В техническом Интеллектуальном Альтернативно одаренные Да Альтернативно одаренные А Так Даш Успокойся А Причина в этом в чем? Из-за того что Маленький мозг Нет Из-за того что они дома сидят И просто у них не руки Это социальная теория Нет А это что Ассоциативно-физиологически Иное устройство Всей гормональной системы Вот проводили такие эксперименты Например Крысам Самкам Ой Вру не крысам Хомячкам Самкам Значит Кололи тестостерон После этого они Начинали с большим успехом Решать задачи По поиску В пространственном лабиринте То есть вот Все задачи Связанные с пространственным Ориентированием Там счетом И так далее И так далее И так далее Решают лучше мужчины Именно поэтому Их больше в науке И вообще Вся наша деятельность Вся наша цивилизация Есть перманентное решение Пространственно-координатных задач Вот и все Женщина Самой природой Она устроена для чего? Для того чтобы рожать И общаться Вот мужчины Они предметники Их интересуют вещи Женщин интересуют отношения Поэтому они смотрят сериалы С отношениями Их интересует Как будут складываться Вот это я заметил Ну подождите Стойте Стойте Тогда давайте Тогда вот это То что вы провокацию В своем названии книги Написали Что чем женщина Отличается от человека Хотя сейчас Вы говорите Что женщина создана Для того чтобы рожать То есть дарить жизнь А все воины Зачастую начинают мужчины Соответственно Мужчины созданы Для того чтобы убивать А женщины созданы Для того чтобы рожать Так кто из них Больше человек Ну мужчины вообще С точки зрения природы Я уже сейчас за природу скажу Давайте Это расходный материал На самом деле Потому что все лучшее Оно концентрируется Все нами завоеванное Все лучшее Оно концентрируется В наших тылах То есть в женщине Мужчина это внешний круг Нашего вида А женщина это сердцевина Это авангард Это авангард Который природа бросает Безжелорские горстяне Просто в огонь То есть Давно биологами отмечено Что 5% мужчин Могут оплодотворить 100% женщин Да ладно Ну точно То есть Мужчины Огромный избыток Мужчин огромный избыток Для чего он такой избыток Для того чтобы Вот именно Без жалости Бросать их вот в огонь В покорение пространства В конкурентную борьбу С другими Да А вы женаты? Да я женат конечно Поколачиваете старушку? Во-первых Не старушку Ну поколачиваю Наоборот Ну я же интеллигентный человек Наоборот А на вас в смысле? Наоборот люблю А вот Ну по попе хлопаю А как же без этого? Если женщина проходит Мимо тебя И не хлопнует Ее по попе Это просто извращение Это четвертый Подозрительный признак А я так не делаю Типа Вшел бы ты От своего кабинета До студии А раздавал бы Я просто Меня скучает Название книги Все-таки Чем женщина Отличается от человека Я не могу понять Почему мужчина Человеком-то назвали А женщину Человеком не называем Как писал кто-то из классиков Женщина отличается От человека органически Женщина Немножко по-другому устроена Если Вот я подхожу К холодильнику Я открываю его И кричу жене Куда ты делала масло Из холода Она приходит И сразу его достает Я его не вижу Это известная история Где мои носки Я не могу их найти Она приходит Да вот же они лежат Почему? Потому что у мужчины Прицельное зрение Он охотник Ему нужно далеко И точно видеть И стрелять Это в нас отбор Закладывал За те десятки тысяч лет Пока мы охотились И жили в пещерах Женщины Вели совершенно другое существование Они сидели в пещерах Они там шили Мелкая моторика рук Хорошо развита С этими иголками И естественно общение Потому что без умения Уживаться Там не выживешь И естественно Они смотрят сразу У них не сканирующее зрение Как у мужчин А всеохватное Она смотрит В этот открытый шкаф И сразу видит То что ищет Масло И носки в холодильнике Что у вас в шкафу Я не знаю там дома У меня носки Например лежат Со всякими трусами Ну хорошо То есть смотрите То есть Промежуточный Так сказать Итог Значит Мужчина и женщина Природа Знаете Они как этот значок Инь-янь Они взаимодополныют Я понимаю Какая же для своих функций Там где у нас слабые стороны Там у них сильные Естественно И поэтому искусственно Пытаться значит сказать Ребята давайте еще столько-то мест Среди математиков Академиков И дадим женщинам Независимо от того Какие они математики А вот такие эксперименты Проводятся скажем В Австралии Это идиотизм Тут я с вами согласен Хотя В этой Австралии Они так поступают Поскольку феминизированное общество А давайте чтобы В школах Было значит Мужчин и женщин Поровну И разбавляют Но все равно Точные науки Преподают в основном мужчины А всякую литературу И музыку В основном женщины Ага Слушайте А вы можете Открыть нам один секрет Почему женщины Водят троллейбусы Ну потому что Это не сильно Я думаю что даже Орангутан Может водить троллейбус Потому что тебе не нужна карта У тебя есть что-то проложенный маршрут Или я не знаю Как они устроены Ты знаешь что Они ездят только По твердому Вот по этому Проложенному маршруту Проводами причем То есть он проложен Не в карте Не у тебя там Магнитными полями Фантастическими Лехинами А в буквальном смысле Ты за ним прицеплен Тогда подожди Тогда водители поездов Должны быть тоже женщины Там вообще рельсы И все Поехалось Почему там вот мужчины А троллейбуса Женщины и трамвая женщины Я тебе объясню Потому что поезда Гораз быстрее ездят Потому что мужчине Легче оторваться от дома В дальнейбуре И плюс они очень быстро ездят Женщину могут зажмурить глаза И визжать Но я вам скажу Что есть женщины В русских селениях И не только в русских селениях Которые даже самолеты водят Но это большая редкость Это вот такая же редкость Скажем Маргарет Тэтчер Она же тоже была женщина Пока не умерла Но Она разумеет Ну как говорит Басков Вы ко мне под юбку не заглядывали По-моему Сейчас посмотрим Вот кстати давайте проверим А вот проверим сейчас Что у мужика за память Хорошая или так Память не может Что это делать А давайте интуицию Тогда вот сейчас Мне кажется Не умерла Мне кажется она жива Ксюша знаешь Умерла Был слух Была утка кинута И опровергнута Маргарет Тэтчер Она очень плохо себя чувствует Она ездит там Но она жива еще Ну как будто ни было Это Маргарет Тэтчер Она великая Она единственная такая Это я С этим посылом я согласен Да Ну есть вот Ангела Меркель Ну тоже А ты просто А ты просто По признакам И ускорниваете Меркель Несчастную Это невозможно сравнивать Но это правда Другая тема совершенно Потому что сейчас Политика вообще изменилась Политики сейчас Харизматические Так сказать Лидеры не нужны Более того Они вредны и опасны Поэтому сейчас Вот такие персонажи Как макмон Общество Конечно Поэтому таких персонажей Их больше нету И больше не может быть Там пара-тройка Навеситая на всю планету Кстати Один из них Это наш Путин Между прочим Из харизматических лидеров Да А все остальное Это такие Технические функции Ну вот я кстати Технические функции В своем неоднозначном Отношении к Путину Должен с вами согласиться Это действительно Нет Мы говорим о харизме Самец и харизматик В хорошем смысле этого слова Конечно А в современной политике Больше это не востребовано Может быть тогда Женщинам отведем роль мотива Потому что Мотива? Да Нафига мужикам охотиться Нафига им это все Открывать, придумывать Кроме как не для женщин Ну собственно Для других мужиков Для друзей Не знаю Та самая природа Которая бросает нас Совершенно как мусор В этот огонь И в завоевание пространства Все что мы завоевываем Мы это относим туда Вот Давно замечено Что кривая нормального Распределения свойств У мужчин и женщин Она совершенно различная Кривая нормальных Распределения свойств Это что такое? Ну гауссиана Так называемая Нормальное распределение гаусса То есть вот У мужчин Это такая вот Как плоская шляпа Типа наполеоновская А у женщин Это вот такой вот Высокий колпак То есть Среди женщин Более всего нормальных людей А среди мужчин Идиотов И гениев Вот Почему именно мужчины Порождают Моцартов И маньяков Которые режут И Моцартов И Чикатил Типа Чикатил Вот Чикатил и Моцарты Это мужская Это две крайние Два экстрема Этой функции Два крыла Ну да конечно Это кривой Вот среди нас Больше всего идиотов И гениев Не знаю друзья Потому что У мужчин их природа Экспериментирует А значит Просто нормально Отбросы уходят Значит в отвал природный В естественный отбор На помойку А авангард Соответственно Становится авангардом А то что удалось накопить авангарду То вот концентрируется в женщине Тогда полигамия нужна Ну официальная Потому что если мужики Уходят в отвал постоянно Значит На все Друзья Форма брака Это видовой приз Друзья Друзья Давайте об этом поговорим Вот насчет того Как мужчина уходит в отвал Мне кажется Не все поняли о чем ты Мы поговорим о том В следующем Получается 18.39 в столице Александр Никонов У нас в гостях сегодня Публицист Писатель Автор книжки Не одной книги Но вот одна из них У нас очень заинтриговала Ее название Конец феминизма Чем женщина отличается от человека Кстати нам пишут смс Извините по поводу Почему женщина отличается от человека Ведь в английском языке Слово мужчины И слово человек Мэн Да А женщина Это нечто Какое-то вот Образование От мэн В испанском То же самое Хомбре 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 В украинском Человик И жинка И жинка Да Она прочитает смс Про троллейбус Тайна раскрыта Газ и тормоз На троллейбусе Разделен рулевой колонкой Правой ногой Тормозить невозможно Что неприемлемо Для профессиональных водительских рефлексов Причем очевидно Что это написал мужчина Ну видимо да И в слове троллейбус Буква А Ну Утреблена Профессиональный водитель Троллейбус Хорошо Продолжаем Да ладно Мы же не обобщаем Мы с вами договорились Что есть действительно Статистические данные А есть А есть всякие Экстремные Индивидуальные Конечно Хорошо Значит что мы До чего пока мы договорились Все бабы дуры А что еще Это был вывод В первой площадке Я так понимаю Что гармония мира Заключается в том Что они для нас Нужно еще Пояснить же зрителям Что наверное Не все поняли Раз здесь не все поняли Когда начали обсуждать Во время рекламной паузы Что эпизод по поводу карты Это примета просто такая Если женщина переворачивает карту Значит вы едете на юг Вот и все А понятно Понятно Хотя Мы поняли еще и слушатели А вот про полигами Мы закончили Говорить Я кстати Айпад кручу Ну на самом деле Чтобы прям вот Ну чтобы машина Не двигалась вниз А я ну прямо еду Когда Ты понял Что тут есть там кнопочка И он тебе сам Просто разворачивает карту В Британии кстати говоря Для женщин специально Наладили выпуск карт Где юг Вверху Они Мужчины не понимали Зачем нужны такие карты И не покупали Покупали их только женщины Потому что Понятно Что если ты едешь на юг Юг должен быть сверху Ну конечно У них два комплекта было карт Значит если ты едешь на север И на юг А ты Запад Восток Почему там Может целую серию Наверное Потому что налево-направо Проще Чем вверх ногами Так вот Про полигами Мы закончили Если у нас мужчины Так идут в отвал Отвал идут Ну там На войну На войну В путешествия Просто идиоты Которые ради Какого-то любопытства Засовывают пальцы в розетку И получается Что их больше не существует На этой планете А женщин мало Соответственно мужик Тогда должен иметь Правду много женщин Потому что многие женщины Не удел оказывается Ну мужик не умеет Много женщин по факту Нет Ну давайте тогда Я имею в виду Что законодательно уже Где у нас Где у нас В России В России значит На пути естественно Ну вообще говоря Естественных эволюционных процессов Надо всегда ставить Заслонки Заслонки Почему? Чтобы все не разрушилось Не взорвалось Почему? Ну стойте В этом есть Своя логика И мы сейчас к ней перейдем Заслонки должны быть Знаешь Сдержки противовеска Говорил В моногамных браках Это говорит о том Что для нашего вида Такая форма брака Характерна Потому что Сизоологи знают Что форма брака Это видовой признак Есть виды гаремные Как там моржи например А есть значит моногамные Вот мы Вид моногамный Видимо у нас в истории Да Где-то там Сзади За нашими плечами Эволюционными Ну или спереди Если перевернуть карту Да был какой-то Период полигамный Отсюда вот такие Эксцессы в мусульманском мире Но в основном Наш вид конечно Моногамный А почему тогда Мужуки просто бегают Налево так часто А потому что Это как раз очень просто Это как раз очень просто Потому что Вот примату Чтобы воспитать Детеныша Нужно 3-4 года Потом он становится Самостоятельный Начинает прыгать сам по веткам И искать пищу Его и самка Больше уже не кормит Для разнообразия Генетического Природе нужно Поменять их местами Значит Чтобы Это разнообразие было Да Значит Самца и самку И поэтому Для нас характерны Вот такие переходы Поэтому считается Что любовь Вот это вот То самое чувство Половое Влюбленности Женился Родился Через 4 года Оно как-то Постепенно И уходит То есть И по природе Мужик должен бежать дальше Но мы живем Женщины Соответственно Это говорит о том Что женщины победили В котором уже За 4 года Не вырастешь Его нужно 20 лет учить Этого А вот А скажите Поэтому Нам такие запреты Ставить социум Не победа женщин Над мужиками Это не победа женщин Это победа разума Над женщинами А вы эту книгу Написали Зачем Вот насчет того Чем женщина Отличается От человека Конец феминизма Констатирую Действительно Реально Конец феминизма Или же Он все-таки Наступает По всем фронтам Поэтому вы Попытались Поставить На его пути Хоть такую Хотя бы такую Не знаю Заслонку О чем речь Хотя бы такую Речь идет о том Что не только феминизм Наступает Вообще левачество И глупость И антиинтеллектуализм Наступают на нашу цивилизацию У меня такое ощущение Что мы скатываемся Куда-то в новое Средневековье Скатываемся Странно Вообще феминизм Съеда считался Наоборот Признаком прогресса А вовсе не в средневековье Если на историческую арену Если на политическую сцену Выходят и начинают Голосовать Прежние аутсайдеры Как когда-то Вышли крестьяне В города Они просаживают Систему в среднем В целом И поэтому Когда выходят Нацмены Негры Женщины И начинают качать права А IQ у них ниже Чем был у прежней Управленческой элиты В основной состоящей Из белых мужчин То естественно Мы наблюдаем просадку Естественно Мы наблюдаем Все эти псевдорелигии Марксизм Фашизм Национализм Феминизм Эти общные идеологии Они постулируют Что есть некие Группы людей Взятые Произвольно По вторичному По любому дурацкому признаку По цвету глаз Цвету кожи Расе Национальности Полу И что у них есть Некие общие Экономические интересы Их как бы надо защищать Но на самом деле Все люди разные И никаких общих интересов У какой-нибудь бабки Из Устилимска Которая сидит на пенсии И девочки Которые учатся На физфаке МГУ Их нет Поэтому Нет В нормальном обществе Все должны действовать Индивидуально А вот эти вот Общные идеологии Они только тормозят Они приводят К квотированию К тому маразму К которому Пришел фашизм Например Или пришел коммунизм Когда говорят Мы живем Не потому так плохо Что мы дураки А мы живем Потому что Нас угнетают И эксплуатируют Либо евреи у фашистов Либо мужчины у феминисток Либо богатые У У социалистов У социалистов Да Это хорошая мысль Хорошо Но И многие И мы в том числе Давно Рассуждали Философствовали На тему Всеобщего избирательного права Несправедливого по своей сути Просто в силу Разницы И разности Всех участвующих в нем Вот А вовсе не всеобщности Так А по какому По какой границе провести ценз Избирательный ценз Ну конечно Ну например Ну Чтобы бабушка из Усть-Илимской Девушка из Из ФСФА Так сказать Чтобы они Либо обе не имели Или одна из них имела Ну по какому признаку Да можно проще Я вот в одной из книжек Предлагал такой вариант Да Если уж мы пока не можем Отказаться от всеобщего Избирательного права Ну давайте раздавать Скажем по 100 долларов Да И ты потом эти 100 долларов Должен принести На выборы И как бы заплатить Да То что тебе из бюджета Выделили Так вот Вся алкашня Маргинал и прочая Сволотня Она сразу отсеивается Потому что пропивает Эти 100 баксов Да Это хорошо Или тратит их там Я не знаю на что На что он В общем не вернет государство За право проголосовать И соответственно не проголосует Прекрасная идея Для стечения Вот этой вот Маргинальной Маргинальной среды Да Это хорошо Действительно А мы к чему-то подобному Кстати пришли Когда обсуждали эту тему Ну Ценство Мы тоже подумали Что цена Должен быть Этот самый Как называется Материальный Да Наверное Но тогда получается Что бедные Наверное не пойдут Потому что для людей Которые Если человек Не может заработать Себе просто на жизнь Зачем ему Указывать другим людям Как им жить Ты с тобой не можешь Распорядиться Своей собственной жизнью Значит цен все-таки Проходит по материальному достатку По материальному По интеллектуальному тоже Потому что Вот был такой философ Простите Психолог английский Сирил Берт Он где-то В середине 20 века Провел масштабное Огромное исследование В котором К негодованию Полному социалистов Выяснилось Что Дети рабочих И сами рабочие Имеют более низкий IQ Чем люди более успешные И их дети И отсюда следует Что IQ Коэффициент интеллекта Передается По наследству В основном На 80% И на 20% Можно его развить И соответственно Те люди Которые живут хреново Они живут хреново Не потому что Их кто-то грабит Эксплуатирует А потому что Они вот такие дураки Бесталанные Вот и все Ну вы как-то вступаете В противоречии С теми же словами Которые здесь Помнишь Сергей Савельев сидел И говорил что Люди богатые Как раз это люди Которые просто Хотят доминировать И вот я например Среди своих знакомых Прям очень богатые люди Они все не очень умные И то что показывает У нас Вам не повезло Я встречаюсь с большим количеством Богатых людей Среди них нет ни одного дурака И дальше откуда нет денег Мы сейчас будем мерить С вами количеством знакомых Богатых людей И пытаться вывести Из этого общую закономерность Это в любом случае Это будет несправедливо И некорректно Хорошо Толь У нас в России Как богатство получается Ты идешь чиновником Садишься на место Чинишь Садишься Чинишь Ну хорошо Покупаешь за миллион долларов Вместо например Начальника УВД Откуда у тебя миллион долларов Кредит Откуда у тебя миллион долларов Берешь кредит И тебе выдают Миллион долларов Мне тоже кажется Фантастическая какая-то схема Слушай Ты получил недавно Американ экспресс-карту Пожалуйста И ты можешь Деньги которые на ней лежат Потратить на то Чтобы стать начальником УВД И никаких проблем Ты садишься на это Секунду Извини 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 1851 в столице Да Что мы говорим Так вот Я закончу Так вот Становишься чиновником Начинаешь чинить препоны Обычным гражданам Которые хотят развивать Свой бизнес за свои деньги Вот ты пожалуйста Богатый Я просто вспомнил Сейчас сидел Вспоминал Своих богатых друзей Подождите Я договорю У меня есть знакомый Он сотрудник ДПС Стоит на Ильинке Он максимум Что он знает Это правила ГИБДД Все Он книги не читал вообще У него загородный дом Вся силиконовая жена Он каждый Практически месяц Она летает У ребенка Учится за границей Вот пожалуйста Богатый человек Когда он пробку вытаскивает Почему летает Но вы сейчас Но вы сейчас Из кого-то сосать Значит есть некое здоровое тело Из которого они сосут И чиновники И ДПСники Один паразит Сосет из тысячи Или из миллиона Вот вам пожалуйста Откуда они берут деньги Значит они что-то производят И где-то зарабатывают Ну они вынуждены Это делать Потому что мы вынуждены Выживать Понятно Понятно Что все вынуждены Зарабатывать Чтобы не подохнуть С голоду Ну конечно Есть некое производство Чего-либо В этой стране Что продается Короче ребят Вы просто говорите Стоп стоп Вы говорите Что мы Существует материальный Существовать Одни богатые паразиты Да Богатые Вы говорите Что богатые Умниче Бедные Вот пожалуйста Вам богатые Богатые депутаты Приняли закон Димы этого Яковлева И вот вам пожалуйста Пример У кого больше IQ У нас не получается Научно серьезный разговор Это получается базар Потому что у каждого Типа своя правда Основанная Подождите секундочку Основанная на личном опыте Богатейшим Это ужасно интересно всем Но ни на капли Ни на миллиметр Это совершенно Не показательно Вообще никак Есть например Поговорка американская Давайте ею вооружимся Если ты такой умный Почему ты такой бедный Это так сказать Это мудрость Так сказать Спрессованная мудрость Столетия американской Которую тоже наверное У нас есть основания Им доверять Повторю Если ты такой умный Почему ты такой бедный Не поговорка Это такая Саркастическая издевательность Потому что шутка Бедность не показатель Ума Толя Показатель отсутствия Бывают бедные люди. И намного умнее. Перельман, например. Да, тот самый Перельман. Ну, если исключить то, что он сумасшедший клинический. Ну, и то, что он отказался от миллионов. Ну, это и говорит о том, что он сумасшедший. Но в основном это правило действует. Люди более умные живут лучше. И тот же английский следователь Бёрд это показал на громадной статистической выборке. И дело не только в России, что мы живем в России, где есть большой паразитарный класс. Если он есть, это опять-таки свидетельство того, что есть откуда сосать. То есть есть некое здоровое тело, откуда все это набирается. Ну, потому что где-то же они тратят эти деньги. Нет, мы-то начали говорить про то, что где... Не в том дело, что они их тратят, а в том дело, что они их откуда-то насасывают. Где-то есть некое здоровое производство этих денег. Больше того, вот я лично опять-таки, мой опыт, знаю громадное число людей, которые заработали деньги вполне себе честно бизнесом. Нет, ну я же не исключаю. В России делать бизнес трудно, но можно. Мы хотим провести цен, собственно, в России по избирательному праву. То есть какие люди имеют право голосовать? Вы предложили вот эту систему с 100 долларами. Я говорю, тогда получается, бедные не пойдут голосовать. Почему? Потому что они вынуждены брать себе эти 100 долларов. Не из-за того, что у них душа не болит за Россию, а из-за того, что они хотят за ЖКХ заплатить. Так порадуйтесь за них. Тогда они не имеют власти в этой стране. Вот и все. А зачем власть тем, кто не может с собой справиться? Стоп, ребят, все, я должен прервать. Это базар уже начинается у нас. Вернемся. Вернемся. Феминизм шагает по планете. Увы. Шагает. И некоторые страны уже завоевал. Типа вот Швеции, там, Норвегии. Более того, наше подспудное ощущение несправедливости устройства мира, так сказать, и вот почему-то Калюха возбудился. Почему все наши слушатели тоже сейчас наверняка возмутились? Что значит богатый? То есть у нас есть вот это подспудное, не знаю, с обезьянных времен или еще с каких. Вот это ощущение, что мир должен быть устроен справедливо. Возможно, это просто, так сказать, это социалистическая идея, которая нами владела там несколько десятилетий, заставляет нас так думать. Может, на самом деле оно и не так. Да, но понятие справедливости у всех разные. Нет, одно и то же. Нет. Да вы что? Вот есть та самая... Ну, мы про это как раз на той неделе говорили, про автономную этику Канта. И понятие справедливости как раз у всех одно и то же. Да вы что? Конечно. Вот смотрите, один человек говорит, давайте введем прогрессивный налог, чтобы богатые больше платили. Это увертки математические, это экулибристика. Я вам объясню, в чем здесь справедливость и в чем несправедливость. Просто нужно понимать, что такое процент. И 13%, которые платят богатый человек, это гораздо больше. Конечно. 13%, которые платят бедные. Вот и все. Ну да, это больше, гораздо больше. Ну, тот человек, который выступает за прогрессивную шкалу налогов, чтобы богатый платил, вот как Депарье должен был платить во Франции, 75%. Это же дурость какая-то. Да. С его точки зрения, с точки зрения Депарье, это несправедливо. Несправедливо. И ни с чьей точки зрения это несправедливо. Ни с чьей точки зрения это несправедливо. Просто государство для выживания... Кроме как тех вот негров, которые переворачивают и жгут машины в Париже, в предместях Парижа, их с точки зрения это справедливо. Отчего он жирует? И мозги запудрили, да. Поэтому у них есть ощущение, что это справедливо. Конечно, никто на самом деле по здравому интеллектуальному рассуждению, все понимают, что это, конечно, несправедливо. Просто государству для выживания это необходимо сделать. И поэтому у тебя уже... Для выживания, то есть принять волевое решение. Вот тут бодлоты, которая голосует. Так давайте хоть еще... Это другой вопрос. Я сам против бодлоты. Ой. Нормально, да? Я сам против бодлоты. Но мы сейчас про другое. Мы сейчас говорили про понятие справедливости, которое мне как раз кажется универсальным. Понимаете? Подождите, мы опять. Куда может это... Ну оно не может быть универсальным, потому что все наши слова... Феминизм победит? Знаете, феминизм может победить только вместе со смертью, что называется. Если не будет цивилизации, да, феминизм победит. Ну пока успехи у него. Вместе с собой. Подождите, да пока успехи феминизм за последние 150 лет, они вполне зримы и осязаемы. Были успехи и у фашистов свои, и у коммунистов свои. Они все десятилетия максимум измеряли. Их сняла благостная волна истории. Думаете, феминизм так сметет? Думаю, эту сволотню тоже сметет. Подождите, а насколько... Насколько Россия отстает от каких-то мировых тенденций феминистических? Может быть, там он быстрее умрет, чем у нас тут наступит? Я имею в виду, как мы обойдем это. Россия сейчас вообще в таком парадоксальном каком-то измерении находится. Она стоит одной ногой в прошлом, а другой в будущем. Причем одна нога так далеко в прошлом, а другая так далеко в будущем, что я боюсь, что эту страну просто разорвет. С одной стороны, у нас ходят какие-то густапсовые, густобородые вот эти вот идиоты. Про патрули казачьи? Которые против гей-парадов, кричат, что геев надо убивать, всякие депутаты Милоновы и тому подобное. С другой, вот такие люди, как из «Справедливей России», предлагают квотирование вводить, как в самых передовых, в кавычках, странах скандинавских Швеции. Одни предлагают легализовать проституцию, а другие кричат, что вы, давайте сделаем, как в Швеции, будем наказывать клиента за покупку этих услуг. Это то, что вот раздирает Россию ментально. А еще есть экономические какие-то дела, которые разрывают ее, транспортные и так далее, и так далее, и так далее. Нет, но это люди, им нужно просто говорить для того, чтобы о них помнили, им нужно вот выдвигать периодически что с одной, что с другой стороны, вот эти вот глупые для среднестатистического обывателя какие-то инициативы. А я имею в виду, ну, как народ воспринимает феминизм. Скоро мы дойдем до этих вот, на первый взгляд, абсурдных решений, как в той же Швеции, Америке и прочих разных странах. Наши наиболее передовые и леволиберальные люди, они хотят, а среднестатистическая масса, она довольно еще диковато. Она еще где-то в середине 20 века живет. Мы примерно на два поколения отстаем от Европы по ментальности. Ну, то есть у нас еще времени с запасом. Я вот это и хочу. Ну, как с запасом. А скажи, какая у нас волнующая перспектива? Не, ну, мы уже свернули. Что впереди нас ждет? Мы уже видим, что там... Как вот это вот у танка называется... Пушка. Нет, впереди идет... Ну, Толя, спокойно впереди едет машина, которая взрывает бомбы перед собой. Трав. Минный трав. Вот, это Европа наша. Конечно. Да, думаешь. Конечно, она минный трав. А мы пройдем, может, по-нормальному. У них же вот весь этот либерализм, терпимость и феминизм развивался постепенно. Траны, которые догоняющие в развитии, они быстрее этот путь проходят. Слушай, смотрите, мы сейчас прощаемся. Мы вам придумали отличное название для вашей следующей книжки. Давайте. Европа как минный трав для Святой Руси. Хорошее название. Нормально? Берешься? А, судя по всему, двигаемся в сторону Америки, да, раз в Европу перед нами? По меньшей мере, я это запомню. Запомните? Мелочь у нас. Попросим просто три наши фамилии. Илья Савельев, Алексей Поляков, Анатолий Кузьевич. Не проблема. На обложке, я имею в виду. На обложке, но только 5%. Сразу под фамилией Александра Никонова, российского писателя, публициста, автора книги «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека». Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова